Если бы сам пришёл, я бы сказала, не надо, общаться не хочу, не искал, не ждал. А когда узнали, что у папки бизнес, в Русселе, вы думаете, да что, я дура, что ли, конечно. Добрый вечер! Это «Давай поженимся». Сегодня у нас три невесты Ангелина, Екатерина и Наталья. А жених у нас Владимир. Здравствуйте! Здравствуйте! Боже, боже, господи, откуда вас столько? Проходите. Владимир. 45 лет. Очень рано стал отцом и, чтобы избежать ответственности, отказался от ребёнка. Но спустя годы исправил ошибку молодости. Владимир – предприниматель, владелец кафе в Русселе. Гордится разрядом мастера спорта по плаванию. Увлекается фитнесом, ходит в сауну, ведёт здоровый образ жизни и много путешествует. Мечтает жить с семьёй на берегу моря. Владимир уверен, что ему не подойдёт слишком худая женщина с тяжёлой судьбой. Женится на образованной и ухоженной женщине с формами, которая любит стихи Бродского и душевные компании. Бродский – это хорошо, хороший вкус. Володечка, семь лет нашей программе, но я впервые вижу вот такую огромную группу поддержки. Но это говорит о чём? Только о том, что вы хороший человек. Ребят, в четверг у нас праздничная программа. Я прямо вас всех приглашаю к нам. Придёте? Спасибо. Прекрасно. Позвольте в начале передачи немножко вас… Позволим, позволим. Подпросить, подпросить конфетами из нашего магазина. Спасибо большое. Спасибо. Мне очень приятно. Сейчас посмотрим, как он будет себя вести. Это будет… Ну, сразу будет понятно. Друзья мои, откуда вы все приехали? Я знаю, что с разных точек мира. У тебя наша большая казахская семья, 30 человек. Каждый вечер бросаем всё и смотрим эту передачу. Вы из Казахстана, да? Я из Казахстана. Светлана из Казахстана. А вы кто просите? Я Светлана. Жених по нашему. Мама друга. Мама друга. Я сейчас всё расскажу. Спасибо. И вы представляете, ваша очень удивительная передача. Она учит жить, как выбираться из трудных лабиринтов жизни, помогать строить свою судьбу почти всем. Эти удивительные девочки. Лариса, Розочка и Томочка. Ой, девочки, это так приятно, да? Всегда для вас девочек. Всегда поддерживают, дадут правильный совет, брать или не брать. Спасибо вам, что вы помогли встретиться. Эдуард из Штутгарта, это мой сын. Лина из Берлина, моя девочка. Катечка из Орла. В смысле, это невестка? Нет, это моя доченька. А, доченька. Светлана из Казахстана. И Вовочка, которого я знаю с самых ранних лет, с горшочного периода. Ну, с маленьких лет. Подождите, вы все приехали с разных уголков, чтобы на программу? Планеты, ради вас. И обязательно... Коротый повод встретиться. Я прилетела из Берлина, мой брат прилетел из Штутгарта, а мама прилетела из Казахстана. Из Павлодара. А что же вы детей-то птенцов своих разбросали по всей планете? Мы уехали учиться, учиться в университет. Хорошо, давайте уже не хуже, хорошо? Хорошо, все. Спасибо. А рядом с вами сидит, я так понимаю, ошибка молодости? Да. Да? То есть, ваша дочь? Да. А как так получилось, что вы не виделись 17 лет? Ну, это... Даже больше. Это произошло, да, очень давно. Больше, больше. 24 года мне было, когда мы первый раз увиделись. 24 года? Да. Это была первая любовь. А прическа как тебе? Ну, с этим можно бороться. А как вы оказались в Брюсселе? Я уехал где-то, мне было 23 года, и мне Эдик, мой друг, он русский немец, и он уехал первый в Берлин. И пригласил меня в гости. Позвонил под настроение, говорит, приезжай. Волочка, а вот все эти годы, что дочка родилась, а вы не общались, а ретивое не ныло вот иногда, что где-то кровиночка своя? Ну, конечно, конечно, все знал. А нет, не было желания? Ну, было, да, но... Родители сказали, даже не ходи туда. Ну, как-то так. Да нет, я, наверное, там быстренько нашли другого муженька-то. Ну, не так очень и быстренько, но месяца в 6, наверное, год. Нет, 4 года мне было, мама вышла второй раз. Удачно? А, 4. Да. Хороший человек пришел. Хороший человек, и до 15 лет я не знала даже, что он не родной отец. Давайте перескажите, как нашли папу и как встретились. Ну, как нашла? Вот до 20 лет, наверное, даже если бы сам пришел, я бы сказала, не надо, общаться не хочу, не искал, не ждал. А когда узнали, что у папки бизнес в Брюсселе, он там живет, думаете, что я дура, что ли, конечно, полечу. Нет, нет, совсем не так было, потому что потом уже, позже, мне начали говорить. Не будь дура, Юля? Нет, нет, позже говорили, что очень похожи, одно лицо. Хотелось посмотреть, говорю, покажите фотографию. Ну, ни у мамы, ни у ее подруг не было ни одной фотографии. Ну, пришлось прибегнуть к соцсетям. А как оказались у папы в Брюсселе? Ну, сначала общались потихоньку, вот через соцсети, сначала... А вы обрадовались, что у вас дочь нашла? Ну, да, да. Обрадовались, да? Конечно, конечно. Но вы ведь к тому времени были женаты, и у вас рос сын. Да, и родился сын, да. Ну, сейчас 7 лет, 8 лет в Брюсселе родился. И вот вы узнаете, что дочка, которая готова с вами встретиться, а как жена? Вот как раз это был период развода. Я вот развелся практически, еще в процессе было все это. Вот, ну, ребенка делили, опять же, такой очень плохой был развод. И в этот момент появилась дочь. Какая взрослая девочка. Это произошло с разными. Красивая девушка. Очень, да. Я безумно рад был, конечно. Долго притирались друг к другу? Нет. Любовь с первого взгляда. Да? Взрослая дочь молодого человека. Встретились первый раз в Питере, в аэропорту. На день рождения. На 40-летие вот такой подарок прилетел. Мы сразу нашли общий язык на одного. Папа пригласил вас к себе в Брюссель или вы? Папа пригласил. Я пригласил, да. Ну, сначала я прилетала в гости. Мы общались по интернету. С братиком общаетесь? Ну, конечно. Мы пообщаемся. А сейчас вы живете где? С папой. Хорошо. А если бы папа был бывший спортсмен, у которых очень тяжелая судьба, и многие из них проживают свою взрослую жизнь? Очень печально. Николай, ни двора, ни денег, ни работы. Я бы все равно прилетела. Правда? Потому что я летела не в Европу, я летела в Коцу познакомиться. А если бы папа не жил бы в Брюсселе, а где-нибудь в Российской области? Я бы поехала в Севстовкарскую область. Правда? Правда. Ну, хорошо. Всегда хотелось. А жена ваша, уже официальная, от которой сын, была тоже, да, из наших? Да, да. А познакомились где? В Брюсселе. Влюбились? Или просто уже одиночество достало? Ну, нет. Одиночества прям такого не было никогда. А познакомились там. Ну, мне понравилось. То есть она 23, кстати, ей года было в то время. Она активная, позитивная была. То есть инициативная. Все это мне нравится в людях, то есть в женщинах. И мы с ней жили замечательно, наверное, года 2-3. Вы были успешны на тот момент, у вас процветал бизнес, да? Ну, прям не процветал, но я занимался. Ну, не нуждались? Нет, нет. Нормально все было. А что ее родственники? Родственники? Ну, вот с родственниками, вот когда появился папа, наверное, начался обратный отсчет вот этой всей этой семейной истории. Потому что папа... Что хотел от вас папа? Ну, папа особенно-то ничего от нас-то не хотел, но, скорее всего... Понимаете, то есть я знал, что он музыкант. Когда он появился, то есть я так засомневался, что это музыкант. Он что, денег просил, протекции, чего? Ну, с ним была женщина, которая его содержала. Как это называется? Ну, а вам какое дело, кто его содержит-то? Он же родственник у вас. Ну, родственник. Вы же не смотрите на его родословную. И что она? Ну, естественно, то есть моя бывшая, она, ну, естественно, хотела поддержки от нее какой-то. От кого от него? От отца? Нет, не от отца, от его... Жены. Ну, от его сожительницы. Да, да, вот от нее, да. А зачем ей это нужно было, если она с вами жила? Ну, она очень состоятельный человек, вот, очень... А на ваши отношения как-то мог возникнуть? Понимаешь, что она хотела дорогие побрякушки от этой жены? Ну, вот это все она и хотела, я это не могу ей представить, то есть не мог такие вещи. Ну, так и сожительница ее отца не могла ей представить это? Она ей каким-то образом, ну, сказала или убедила, что если не будет мужа, то есть когда есть муж, обращайся к нему. Но когда его не будет, я тебе помогу. Помогла, когда вас не стало? Нет. Симпатия есть к этому мужчине у тебя? Надо хоть чувствовать, надо на глаза посмотреть. Юля, скажите, а вы на каких правах сейчас живете с отцом? Я дочь. А не будете папу ревновать, что он вам столько лет не додал, а тут вдруг появится? Ну, нет, я уже давно простила, еще 20 лет, когда мне было, поэтому... Нет, не прививаю чувства вины, не доказываю. Да, с папой работаем вместе. А какую хотелось бы видеть женщину рядом с папой? Ну, хотелось бы, на самом деле, активную женщину, может быть, в чем-то необычную, чтобы зацепила уже вот надолго. Активная это какая? Я вот никак не могу понять. Ну, чтобы не лежала дома, да, а работала тоже. Чтобы работала, что-то предлагала, куда-то сходить, где хотите, чтобы она влилась в ваш бизнес или, Володчика, или чтобы она отдельно как-то от вас? Ну, не принципиально, если она хочет участвовать, пожалуйста. Если будут у женщины дети от предыдущих браков? Ну, у меня есть двое, у нее есть ли будет тоже. То есть, позволяет, да? Да, да. А что позволяет-то? Я вот никак разобраться не могу. У вас что там? Дом, квартира. Ну, и квартира есть. А съемная квартира? Нет, своя. А сколько комнат? Две спальни и зал. Всего две непократные. Здорово. Все прекрасно. Теперь скажите, что у вас не так? Наверное, я немного придирчивый, возможно. Придираетесь к чему в основном? Ну, к вредным привычкам, наверное, в первую очередь. То есть, женщина не должна пить, курить материнцы? Не должна. Да должна быть с утра уже с наклеенными ресницами и в мини. Нет, натуральная. Резиновая это и уже надоела. Это не трендия, да? Нет, не надоела. Никогда не нравилось. А кто в семье главный? Мужчина, женщина? Мужчина, конечно. Мужчина, да? За что отвечаете вы и за что жена? За достаток. Ну, да, понятно. За достаток это мужчина. То есть, ну, женщина... Дом. Правильно. За что отвечаете? Сто процентов за. Роза? Ну, мне такой тип мужчин знаком. Часто приходит, говорите все одно и то же. Но, по сути, комфорт вы от комфорта собственного, то есть, от собственной привычки вы отказываться не хотите. И, по сути, у меня складывается впечатление, что вам нужна жена такой работающий пылесос, совместный телевизор и все остальное. То есть, когда она вам нужна и вам скучно, она вот вас развлекает. А ты вы, вы видите, с чего сделала? Вот этот человек на тебя просто вытрашивал глаза. Ты говоришь, что, что не имеет... Нет, Лариса, потому что... Хорошо. Ровно все это... Ну, никакого отношения. Хорошо. Таки ты ум заключений с вами. Ну, сейчас одни и те же вопросы. Хотите прямо... Вы женитесь по любви или по расчету? По любви. Вот, пожалуйста. Хочу врубить. Хорошо. Жена должна быть абсолютно вам предана. Правильно? Тогда какой смысл? Правильно? Перед нами сидит совершенно конкретный Владимир, который прекрасно выглядит. У тебя своя точка зрения, у меня, извиняюсь, своя точка зрения. Они ко мне толпами приходят, и все хотят, что какое-то чудо, какое-то, уже как ты... А ты сама еще ла-ла-ла поддакиваешь, готова, нифига готова не будет. Муж – это храм, жена – это душа храма. Хотите делать индивидуальную совместимость? Значит, это вам не барабашка придет. Вы взяли его, принесли в свой храм. Нет, сами будете из нее создавать. Кстати, тебе нужно будет, прежде чем вы действительно соберетесь идти в ЗАГС, очень-очень подумать хорошо и проанализировать все его привычки. А что звело за Тамарочка? А я думаю, что вам нужна подруга от рожения вас. То есть вы человек, на самом деле, очень семейный. Вам нужен человек не просто родственный, с братскими чувствами, но Венера-то в близнецах с Марсом. Плюс ко всему она должна быть увлекающаяся персоной, правильно? Она должна быть молодой душой, не только телом. Сейчас у вас идет период очень удачный и для карьерного роста, и для личного. Поэтому я думаю, что карта вам в руки. Я считаю, что я сделаю очаг в доме. Я создам уют, я позабочусь о мужчине. А готова дома сидеть? Но я не готова дома сидеть, я не домашняя. Знакомьтесь с первой невестой. Удачи вам. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это мне очень нравится, что я говорю очень хорошую язык. Ой, хорошо. Великолепно. Великолепно. Спасибо. Ангелина, 32 года. В прошлом модель. Сейчас владелица компании по производству дизайнерских аксессуаров. Занимается дайвингом и говорит на нескольких иностранных языках. Мечтает стать хорошей женой. Предупреждает, что она трудоголик. Ради любимого Ангелина бросила учебу в Англии и переехала во французскую провинцию. Но найти общий язык с родителями избранника не смогла. Надеется, что Владимир оценит ее по достоинству. Расскажите, чем вы так не понравились родителям жениха? Погодь, там подарки еще. Что значит? Жених, жених. Можно подарки вам? Можно, нужно. Можно, да. Это вам. Я подбирала специально для вас. Я подбирала по цвету, по вашей энергии. Спасибо. Спасибо, дорогая. А что это все такие подготовленные? А мы? Подготовленные? Я? Яра. Чем не угодили вы такая красавица, такая внимательная родителям жениха? Почему они вас стали поедом есть? Ну, наверное, мы поженились, когда мне было 21, а мужа было только 23. Мы были очень молодые. Он был француз? Мы познакомились в Лондоне, я училась, он работал. Наверное, мы поженились 29 января и в ночь. А вы поженились без благословения родительского с его стороны? То есть вы их перед фактом поставили? Нет, мы не ставили перед фактом. Мы говорили, но хотели венчаться уже во Франции. И вот он привозит вас, такую русскую красотку. Мы уже знали, да, я знала уже родителей до этого. И они стали вам задавать всякие дурацкие вопросы. Сколько, где, на каком счету, да? Ну да, тут во Франции, наверное, все знают, когда знакомишься. Первое, что они узнают, это откуда ты, чем ты занимаешься. А вы, значит, молодая, брат, красивая, при этом уже беременная, без скала, без двора и, по сути, еще без образования даже как такового. Вот родители должны были обрадоваться такой невесте. Я согласна. Ну, сын привез. И что? Это выбор сына. Это выбор сына. Я согласна с Розой, конечно. Сейчас я смотрю, уже оглядываюсь назад, я понимаю, почему они были недовольны. Родители, да, хорошо, но когда они живут отдельно. Я старалась понравиться родителям, я убиралась, я готовила все любимые блюда его мужа. Слава богу, его мать меня научила очень хорошо готовить. Ангелина, но это же не норма в Европе жить одной семьей. У нас был свой большой дом. Два разные поколения. Вы жили отдельно? У нас большой был дом, у которого в нашем доме был наш дом. Ну, так и тогда свекровь вообще не должна была в вашем доме? Ну, она всегда приходила на наш второй этаж и всегда там смотрела, говорила нам, да. Ну, какая-то польза от нее была, она вас чему-то научила? Да, всему. Спасибо ей большое. Я умею все гладить, готовить, стирать все французские блюда. Он же сказал, что худенькие ему не нравятся. Да. Очень такие худенькие. А она уж очень точенькая, подкормить ее надо. Хотите быть? Говорят, что они жадные, как собаки, правда? Да, правда. Расскажите, я прямо обожаю все эти истории. Ну, да, они очень считают каждую еду, счет, смотрели, сколько я кушаю, чего я кушаю. Нет, ну, как это все выглядело? Понимаете, если вы в ресторане заказываете фуа-гра и ковыряетесь вилкой... Да, фуа-гру мне не разрешали кушать. Почему? Сказали, фуа-гру на завтрак или на обед не кушается, надо только в определенные моменты кушать. Я говорю, ну, как бы, знаешь, я в положении дорогой, я хочу, а он, нет, нельзя, надо... Соблюдать правила, да? Да, соблюдать правила. Сейчас вот время салата. Сейчас время салата? Что? Что? Кого позвать? Как вы считаете, почему муж не защищал вас? Потому что много их стало. Было и там и муж, и отец, и сестра, и сестры-муж. Очень было много французов против... Одной маленькой. В русской лизе. Да, наверное. Но, когда вам... Ну, может быть, я тоже была в чем-то неправа, может, я тоже была яркой, может, я в чем-то тоже пыталась показать, контактовать. Скажите, и когда вам все это надоело, вы ведь уехали в Ташкент. Да, я уехала в Ташкент, когда я была беременна к родителям обратно, потому что мне было уже некомфортно. Ваш муж пытался вас возвратить? Да, он, да, конечно, пытался. У нас была большая любовь, большая-большая страсть, но я вернулась. Рожали в результате где? Во Франции. И после того, как вы вернулись, отношения потеплели с родственниками? Отношения потеплели с мужем, но не с родственниками. Родители не приняли вас даже после того, как вы родили им внука? Меня не приняли, ребенка очень обожают, любят, все для нее делают, спасибо большое. Смотри, как она, она прям аж уповает в этом, рассказывая. Как расстались, что стало после никак? Расстались, разъехались уже, просто было уже не первые, может быть, скандалы в доме были. Сейчас вы где живете? В Париже. А можно посмотреть? Конечно. Это все говорят Париж, Парива. У нас видео есть. Всем привет с Парижа. Впереди меня эльфовая башня. Но уже совсем скоро я буду на станции укрепили башню. Я верю, что программа «Давай поженимся» мне поможет найти мою вторую половинку. До скорой встречи. А квартира где? У вас что сейчас есть-то вообще, в качестве приданного? В качестве приданного. У меня есть квартира в Ташкенте, у меня есть своя компания, у меня машина. А что такое компания? Потому что все говорят, компания, компания, что за компания? Я дизайнер. Кстати, вот здесь мой номерок. Запишите вот адресок, вот мой сайт и заходите, пожалуйста, на него. У вас есть три бонуса. Свидание наедине, скелет в шкафу и семейная тайна. Семейная тайна. Такая есть у вас семейная тайна? Расскажем. Рассказывайте. Рассказывай. У меня четыре имени. Первое имя у меня Неля, Ангелина, Анжелина и Саша. А закон скрывает, что ли? Нет, ты совершенно. Она же Люська-сухоручка. Она же Верка-тубер-шляк. А что вы думали, да? Объясняю. Когда родилась, бабушка с папиной стороны быстро меня пошла, записала по ее же имени, Неля. Бабушка православная пошла, быстренько покрестила по именем Ангелина. А также, когда переехала уже во Францию, перенесли так буквы Г нету на Анжелина, чтобы было красивее, легче говорилось. А так как Саша это одна часть моего бренда, то все уже думают, что я именно Саша и зовут меня Саша. Я думаю, что это хорошо и правильно. Вы приготовили сюрприз? Да, я подготовила сюрприз. Давайте посмотрим. То есть я могу быть Иветой, а могу быть Майей и могу быть Джулеттой. Да, класс. Как удобно. Я бы хотела тебе подарить шарф, специально сделанный для тебя. А также всем российским мужчинам показать, как правильно его одевать. Первый вариант. Посмотрим, если подходит. Первый вариант. Мы его одеваем для теплоты. То есть кашумировый шарф, чтобы нас грел. Вот так. Второй вариант. Мы его одеваем для красоты, на майку, на рубашку, на блузер. Просто, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность и придать такой вот такой лук. Третий вариант. Мы его просто одеваем на какой-нибудь пиджак, который вам устарел, серого цвета или черного, чтобы подчеркнуть или оценить его. Просто оставляем его там открытым. Мы очень красивые. Ну, это оригинальный подарок, конечно, очень интересный. А, вот так вот. Вот так мне нравится. Спасибо, дорогая. Спасибо огромное. Нам очень было приятно. Забирайте своих сваток и проходите в комнату. Спасибо за подарок. Спасибо. Эдуард и Юля. Ну, девушка хорошая. Мне нравится. Мы, в принципе, можем подружиться, если будет желание. Ну, такая она самозанятая. Скучно не будет точно. Эдуард. Да, для меня тоже очень важно, что она имеет ребенка примерно такого же возраста, как Владимир. И это их, может быть, даже как-то чем-то сблизит. Вам понравилось? Даже не знаю, есть ли смысл смотреть других невест. Да, потому что она очаровательная. Мне кажется, вы были в паре просто великолепны. Я тебя поздравляю. Нет смысла смотреть других. Ну, вы просили кровь с молоком, но это худовато для вас. Ну, придется покормить. Я-то вам, на самом деле, Ангелину с четырьмя именами очень даже рекомендую. Объясню, почему. Хорошая будет жена. Вот смотрите, она всегда улыбается. У нее... Вот я-то, в принципе, понимаю, что у нее в голове. Но вы никогда не догадаетесь, потому что всегда будет улыбаться. Это в начале, а потом. Всегда. Роза нас поддерживает, Роза на нашей стране. Скажи, пожалуйста, как Ангелина по звездам? Ну, в первую очередь, она всегда улыбается, потому что она весы. Им свойственно в обществе держаться деликатно, понимаете. Но она человек не слабый, она человек очень сильный, умеющий добиваться поставленной цели, так же, как и вы, в принципе. Вам всегда везет. Поэтому для нее семья, наверное, так же, как для вас, это союз, партнерство, сотрудничество. Это то, что дает ей рост. Вы оба венерианцы. И поэтому вот эта вот мягкость, и в то же время внутренняя сила, и упертость где-то, понимаете, она присуща и вам, и ей. Есть физическая совместимость очень хорошая. О, это важный момент. Проходите и знакомьтесь со второй невестой. Спасибо. Я памятник возвик себе иной, к постыдному столетию спиной, К любви своей потерянной лицом и грудь велосипедным колесом, А ягодицы к миру полуправ, какой неокружаем я ландшафт, Чего бы ни пришлось мне извинять, я облик свой не стану изменять. Привет, меня зовут Катя. Спасибо большое. Спасибо. Правильно. Екатерина, 27 лет. Специалист в отделе международных расчетов в банке. Имеет второй разряд по плаванию. Любит проводить время с друзьями, танцует бачату, изучает иностранные языки и мечтает о кругосветном путешествии. Возлюбленный Екатерины тратил слишком много времени и нервов на то, чтобы поймать ее на измене. Надеется, что Владимир не страдает паранойей. Здравствуйте, Екатерина. А когда поняли, что ваш муж не совсем здоров? Вы знаете, это продлилось достаточно долго. Он это достаточно я раскрывал. Он это все преподносил своим достаточно большим вниманием ко мне, что он так заботится обо мне. И вам даже нравилось? Да, потому что я считала, что равнодушие меня не устраивает в любом случае. Если какая-то небольшая ревность, все-таки приятно. Приятно, да. А потом я начала замечать какое-то маниакальное желание меня контролировать. Конечно же, меня это не стало. Ну в чем была эта маниакальность? Подслушивал, подглядывал. Да, вы знаете, сначала это я не замечала как-то, ну, чувствуя в любви своей. И когда влюблен, не замечаешь многих моментов. А потом это стало настолько много, что я уже не могла это выдержать. Ну конкретно что он делал? Ну смотрите, пожалуйста, например, мог звонить мне через каждые 40 минут. Причем я должна была отчитываться ему, где я нахожусь, с кем я нахожусь. Я не могла с подружками пойти никуда, ни в кафе, ни в кино. Это нормально, правда. А вы не давали повода? Нет, вы знаете, я не считаю, что нужно давать мужчине какой-то повод для ревности. Я и так привлекательна. Это уже повод. Это уже повод. Очень много мужчин у меня и так обращают внимание. И так это приносит большую ревность и дискомфорт мужчине. Если я буду еще что-то привносить в отношения, то это уже... Оля, дорогая, вы так заблуждаете, все так по-разному бывает. А когда чашь терпения лопнула? Пожалуйста, когда я поехала с друзьями на дачу, за город, я его... Будучи замужем? Я не замужем была. Это просто мой молодой человек, который... А, то есть вы замужем не были официально? Нет, я не была официально замужем. А, понятно. Еще на каких-то таких ярых прав он на меня не имел, скажем так. Да. Но вы его заранее предупредили, что вы едете? Я его приглашала с собой, но, к сожалению, у него по работе не получилось. Он достаточно занятой человек. И эта поездка была запланирована заранее. И то, что я вот так вот взбахнула крылом и сказала, что вот я уезжаю. Понятно. Вот вы уезжаете, и что? Во-первых, это был скандал, что я уезжаю, что я, значит, он пойдет на работу, я должна сидеть дома. Ждать, пока он вернется. Я говорю, ну что я заделаю? А вы дома в его доме или в своем доме? В его доме, но... Ну вот. Нет, но послушайте, был такой момент, что мы решали, кто у кого живет. У меня своя жертвоплощадь есть, у него своя. Я не... не то, что я у родителей живу. Но поскольку он мужчина, он настоял на своем, чтобы я находилась на его территории. Так ему будет легче. Я понимаю его. Конечно, жить у женщины, это какое-то небольшое... Ну, значит, играли по его правилам. Он сказал, нет, сиди дома, она сидит дома. Ну, я не твоего хозяйка. Нет, отнюдь. У меня есть свои дела, у меня есть свои какие-то развлечения, у меня есть свои подруги. То есть, секундочку, с мужчиной нужно договориться. Конечно, это неприятно. Если бы я была на работе, а мой муж бы вдруг поехал к друзьям, а я не смогла бы его сопровождать. И там провождать дамы. Мне бы было это на самом деле неприятно. То есть, сегодня, когда сожительствуют, ну, вне брака, это, ну, почти что брак. Вы взрослая девочка, вам 27 лет. И, ну, как-то нужно и уступать. Ну, смотри, как она активно себя ведет. Она достаточно мила, симпатична, но... Нет, то, что на нее мужчины обращают внимание, это... Однозначно. Я знаю, что он обзванивал на эту самую дачу всех ваших друзей. Да, да. Причем у меня телефон на тот момент, к сожалению, сеть не ловила. И, хотя я ему написала, я позвонила, я сказала, что все хорошо, я доехал. И потом я поговорила. А сколько ему было лет? Он мой ровесник. Ну, по сколько вам было? По 26 нам было. По 26. Но он почему-то звонил вашим друзьям и задавал какой-то тупой вопрос, типа, не обнимайтесь ли вы с кем-нибудь. Ну, это уже паранойя, я считаю. Ну, в общем, после такого поступка вы даже не стали с ним разговаривать. Да, потому что он ввел в мой телефон, он залез... Я, будучи даже, если он и в душе, либо он оставил телефон на кухне и так далее, если даже у меня минутка, у меня даже мысли нет такого, чтобы залезть в чей-то чужой телефон. Это личная жизнь человека. Это личное пространство. Как он отреагировал на то, что вы уходите от него? Было две стадии нашего расставания. Я, естественно, собрала вещи, чтобы уехать. Сначала он мне говорил, да кто-то такая, чтобы такие вещи, собственно, мне здесь предъявлять. Ты должна мне быть благодарна, что ты со мной, вообще со мной. Ну, понял, что никакой реакции от меня он не получит. Он начал бросаться в ноги, говорить, пожалуйста, не уходи, ты все, что у меня есть. Ну, понятно. Мне кажется, он не ревнивый. Ну, сам по себе. Нет, ревнивый, ревнивый. Да? Вот при том, что у вас все сложилось, вы поехали в Бельгию, вы будете контролировать доходы вашего мужа, первое? И второе, если вы узнаете, что подарки, которые дарятся дочери, дороже, ярче, да, понимаете, о чем я, что он складывается в дочь больше, чем вас, вас это будет как-то раздражать, возмущать? Раздражать и возмущать нет, но, конечно же, как женщина мне это будет неприятно, потому что я должна смириться, что я никогда не буду первая. Ему надо ее удочерить. И тогда все совпало. У вас осталось два бонуса – свидание наедине и скелет в шкафу. Что вы берете? Скелет в шкафу. Я прям так боюсь этих скелетов. Это что? Вы офицер? Сотрудник. Мой папа не офицер, он полковник. Кто-кто папа? Ваш папа полковник. В отставке? В отставке. Сразу надо было говорить, а вы подъединственная дочка, да? Нет, у нас четверо семья. У нас четверо семья. Ну, вы такая младшенькая, любимая. Старшая. Папа не будет препятствовать? Будет. Будет, да? Обязательно. А в чем скелет-то я все-таки не поняла? Про папа поняла, про скелет нет. Да потому что он препятствовать будет. Будет. Да. И что, и как договариваться нужно будет? Ну, это вот надо... Сюда перетянете мужа? Это вот, я думаю, что надо мужчинам будет разговаривать на тему. Ну, 53. О, почти ровесенью. Проходите, показывайте сюрприз. А папа знает, что она пошла на эту программу. Сейчас Катя будет танцевать. Какой-то симпатичный мальчик. Сейчас начнет с ней зажигать. Она такая крутая, Когда выпьет вина. Да, мы так зажигаем. Идите все к нам. Группа «Рабецки». Спустя 20 лет. Тебе сегодня не хозяйка, А даже все наоборот. Она тебе ведь скажет «зайка». И даже сразу воборот. Она такая крутая, Когда выпьет вина. Да, мы так зажигаем. Идите все к нам. Спасибо. Танцевал. Чувствую ритму есть. Раскрепощенный. Не присоединялся. Вам как невеста, Екатерина? Ну, хорошая девушка. Воспитанная, образованная. По ней видно сразу. Возможно, они даже в чем-то схожи В плане свободы, личной свободы. Не проверять телефон. Не проверять каждые 10 минут, Где он находится. Это нужно давать. Молоденькая. Не была замужем. Не была замужем. Бессудной судьбы. В принципе, хорошая. Вот одно мне мешает. Вот ее даже слова, Что как я полезу в чужой телефон. Слово «чужой» уже как-то, Это же не чужой человек. Ой, ну ладно вам цепляться. Ну, как будто вы уже прямо прицепились. Да, но перестаньте. Правильно делает. Вы не то услышали. Ой, ну что ты цепляешься? Ларочка, спасибо тебе большое. А как вам, Владимир? Ну, девушка хорошая, конечно. Да, но опыта нету. То есть, ну, брак. Брака не было. А вам что, нужно уже БУ, что ли? Бывшее употребление? Ну, все, почему БУ? А опытный. Ну, у нее был опыт коммерческого проживания. Такая разница. Что скажешь? С папой вы вряд ли договоритесь. В общем-то. Либо будете по его, это... А ему внуки нужны здоровые. Что же он такой несмелый, мягко говоря? Нет, да послушайте, 45. Если понравится Жене. Доченьке 27 лет, сами любим эту вообще считалочку. Ей будет 37, извините, а вам будет 6 десяток. И что с вами делать? Дядя Игорь будет не очень рад. Абсолютно не рад. А что звезды? Екатерина абсолютно человек своей семьи. То есть она воспитана традиционно, воспитана отцом, воспитана матерью. Она человек своих родственников. Понимаете? Она, безусловно, абсолютно свободна. То есть Венера с Ураном в стрельце дает человеку невероятную увлекаемость, стремление реализоваться вдали от дома. Несмотря на то, что пустят или не пустят. Но действительно супруг может быть издалека. И в браке ей повезет, потому что у нее сейчас есть хорошие шансы. Они, конечно, будут и позже для этого. Но будет и очень хорошая мать, и очень хороший, скажем так, работник. И создаст свой дом точно такой же, как у нее. Я, конечно, должна быть мудра, но я должна идти за своим мужчиной. О, глава семьи. Проходите и знакомьтесь с третьей невестой. Не тоски, не любви, не печали, не тревоги, не боли в груди. Только целая жизнь за плечами. И всего полчаса впереди. Здравствуйте, Владимир. Рады познакомиться. Приятно познакомиться. Спасибо. Наталья, 38 лет. Владелица студии красоты. Гордится своим сыном, бизнесом и разрядом кандидатов в мастера спорта по плаванию. Признается, что готова подстраиваться под настроение мужчины. Семь лет Наталья ждала от возлюбленного решительных действий, но поняла, что только зря потратила на него время. Надеется, что с Владимиром ей удастся построить семью. АПЛОДИСМЕНТЫ Девушка весна. Красна. Здравствуйте. Здрасте. Очень рада. И мы, а что это вы принесли такое? Это наш маленький комплимент. Каждому же вас? По пирогу? Да. А кто делал? Можно. Это делала. Домашняя выпечка наша. Ирина. Которая не навредит вашей фигуре никак. Это очень низкокалорийные чизкейки. Поэтому рада буду. Если же. Первый раз вам по пирогу. АПЛОДИСМЕНТЫ Можно, да? Да, да. Наташа. Ой-ой-ой. Что это? Как вкусно. Наташа, ваш избранник был настолько прекрасен, что вы ему подарили семью из жизни. Да, вы знаете, моя жизнь прошла в ожидании предложения любви и сердца. Но, к сожалению, я их так и не получила. Наташа, когда два человека так долго живут друг с другом, практически родственники, да? То, например, вопрос, а в ЗАГС пойдем или нет, он вполне уместен. Это на первом году как-то неловко. Но когда уже столько лет. Да, я постоянно. Я задавала эти вопросы в своей второй половинке. Но все время были обещания. Еще немножечко нам надо подождать. А как вы считаете, почему? Ну, скажем так, я хотела, чтобы для семьи... Ну, конечно, сначала была любовь. Она была. Потом для семьи важно, чтобы была своя крыша, был свой дом. Чтобы женщина могла создавать свой уют. Смотрю на вас. Не могу оторваться. Вы очень похожи на мою подружку Олю Машную. Никто вам не говорил никогда? Нет. Есть. Кстати, я думала, это точно. Я смотрю, похоже на кого. Наташа, и несмотря на то, что вот он был такой тягучий и нерешительный, вы от него забеременели. Я от него забеременела. Не страшно было? Не страшно, потому что я все-таки любила этого человека. Вот. Я очень хотела иметь семью. Я очень хотела иметь детей. Вот. И была рада тому, что у меня появился ребенок. Что у нас появился ребенок. Скажите, а он рад был такому известию, что папой станет? Да, он был рад. Но почему-то все время оттягивал этот момент. Вот. А у ребеночка что в свидетельстве о рождении? Папа. То есть он усыновил? Ну, конечно, он является отцом. Сколько ребенка? А ребенку сейчас 7 лет. Она вот тоже такая спокойная. Мне кажется, они очень даже... Ну вот смотри, она прям домашняя принесла пожрать. Да. Кто заговорил первое о том, что пора обрасноваться, потому что смысла в отношениях не такой? Я заговорила. И, наверное, для него это было неожиданно, потому что во всех наших каких-то ссорах бытовых примеряла всегда нас я. Скажите, но он не стал вас держать, удерживать? Для него это было неожиданно и все стало. Он не хотел, чтобы я уходила. А что за молодой человек, много младше вас, появился, который вам сделал предложение? Ой, вы знаете, это было очень неожиданно и, конечно, приятно. Вот. Но один раз в компании своих друзей я обмолвилась. Обмолвилась, ну, мне, конечно, всегда все желали, чтобы у меня была ряда настоящая моя вторая половинка. Вот. И я обмолвилась фразой, ну, кто подарит мне кольцо с бриллиантом? За того и выйду замуж. Вот. И так получилось, что на следующий свой день рождения ко мне подходит один из моих друзей и дарит мне сковородку. Я была в небольшом шоке. Она, конечно, была очень красиво упакована. И он сказал такую фразу. У этой сковородки самое дорогое покрытие. Ну, мне стало интересно, конечно, я сразу же ее открыла и увидела коробочку. Открыла, а там кольцо с бриллиантом. И вы взяли? Я его взяла. Но пришлось вернуть. Почему? Потому что, ну, я не любила этого человека. Мне, конечно, было очень приятно, я была тронута. Ну, честно, значит, что вы вернули кольцо. Ну, я думаю, что было бы... И что? Я вас вообще не понимаю. Значит, 7 лет валан дались с одним, который не хотел на вас жениться. И, конечно, ничего не получили. Тот вам предлагает замуж, а вы этот горячица начали. А любви не любила. Какое такое люблю-не люблю? У нее уже, вон, дитё семь лет. Что люблю-не любила? Без любви выходить в ворожье. Я не могу с вами наказать. Она вам же вас любима. Вы что толку? И она на смертном адре будет вспоминать того самого любимого, от которого родила ребенка. Без любви жить невозможно. Вам нравится, Владимир? Да. Очень. Посмотрите, ребенок ходит в школу в каком городе? В Москве? В Астрахани. В Астрахани ходит в школу. Во второй класс, наверное, перешел, да? Да, во второй класс. И как будете решать вот этот вопрос, если все сложится? Ну, я думаю, что все зависит от мужчины, конечно. Не, поедете? Конечно, поеду. Я прям не верю в это. Это очень сложно. У вас остался один бонус свидания наедине. Я думаю, вам прям стоит. Проходите. А я пока отпущу пирожок или лизну. Вы говорите, не калорийное. А что значит не калорийное? Потому что там абсолютно очень и очень низкокалорийные все продукты. Ирина, это ваш бизнес? Нет. Хотя все говорят, что уже пора. То есть вы не зарабатываете этим, да? Нет, нет, нет. Вишни, короче говоря, вишни, это мало калорийно. Да. Ну, творог. Без вилки, да, это тоже так. Творог. Так вкуснее. Спасибо. Расскажи что-нибудь еще про себя. Ну, ты знаешь, всегда мечтала быть достойно оцененной мужчиной и быть его украшением и гордостью. А в Европе ты не была? Я была один раз только в Италии, мне очень понравилась эта страна. Но, к сожалению, больше она не была. Хорошая подружка у вас. Да, мы родственницы. А, а вы кто ей? Я невестка ее, она моя заловка. Мне вообще нравится вот такой зип женский. Такая прям русская русская. Спасибо. Во-первых, вообще семья безумно добрая. Безумно мама, папа. А папа не будет, ну, в смысле, отец сына, сынка, не будет возражать? Ой, вы что? Нет, конечно. А не знаешь, как нарисовались, когда все хорошо у жены становится? Быстро у них пристраиваются. Мы с тобой вместе плавали в бассейне. Плавали в бассейне? Вот, овцы. Я хотела узнать, какой основной вид твой стиль. Раз. Раз, у меня кровь. Доль. Мы давно плавали уже. Я плавал, да, 20 назад, наверное. Мне тоже давно. Ну, я периодически хожу, поддерживаю. Поддерживаешь, поддерживаю. Да, мне очень нравится. Ну, прекрасно, замечательно. Я тоже это люблю. Я поцараху, она так и будет, вот такая вздернутая носик, глазки раскосые. Тут подколем, тут подколем. Вот лицо долго, вот это, значит, скорби не будет в лице, такой вечный скорбь. Да нет, Наталья вообще обеспечит такую поддержку, такой любовью. У нее столько любви сейчас. А за счет чего она обеспечит? В смысле, она готова это отдавать? Она просто готова, она хочет. Ради чего? Ради любви. А сюрприз покажете? Да. Владимир, у меня есть для тебя один сюрприз. Я хочу, чтобы ты его выбрал сам. Если можно вас попросить передать, но только не подглядывай. А в чем подвох? Нужно будет ищить и прочитать. Только не подглядывай. И прочитать, там можно отклеить. Что там? Читайте. Читаем. Там нужно отклеить. Пригласить Наталью на танец. Приглашайте. Следующий был сюрприз. Подарить Наталье кольцо с бриллиантом. Что за песня? Синяя птица. Моя любимая песня. Да, Роза тоже показывает. Но обними эту девушку. Ты же мужик. Быть может, но побудить. О, а не поближе. Поближе. О, да. Молодец. О, молодец. Молодец. Слушайте, слушайте, пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо вам большое за все. Паладку. И проходите в свою комнату. Спасибо. Спасибо. Я вижу только одни плюсы. Как вам, Эдуард? Вы что-то взгрустнули? Я тоже. Мне очень понравилась Наталья. Очень? Что я сам просто тронусь. Очень красиво. Я просто не вижу изъянов. Смотрите, жена быстренько вам там повыдергивает все. Что скажете, Юля? Берем. Хорошая. Спасибо тебе за поддержку. Ну так что, понравилась? Хорошая, хорошая девушка. Возраст не смущает? Ну, 38, но она не выглядит на них. Ну, хороша невеста. Ну, понимаешь, возраст. Вот он. Не разбежались. Очень мне понравилась Наташа. А что, звезды? Наташа активный, веселый человек. Конечно, Овен с Венерой в Овне. Но мужчина всегда будет искать, который более силен, чем она. То есть, вот, так сказать, брак для нее – это позиция роста. Тоже Луна в тельце. То есть взаимопонимание должно быть очень сильное, внутреннее. И вот по поводу рук, ее Юпитер на вашей Венере с Марсом, почему он берется за руки, когда танцует с женщинами? Потому что у него Марс с Венерой, то есть вот составляющая чувственности, она в руках, он чувствует женщину таким образом. То есть вот все турки, да, не просто там вот так, понимаете? А вот когда он берет за руки женщину, он чувствует ее внутреннюю суть. Ну она все правильно сказала. Ну я… Мне он очень понравился. Ну что? Какая тебе нравится невеста? Ну на самом деле, на первой я остановился. На этом? На каком маске? Да, на первой. На первой? На Саша, Ангелина. Да, такая она. Да. Чисто внешне, конечно, тебе больше нравится, наверное, последний невест. Наташа, наверное, на тебе больше нравится. Последний Наташа, да? Да, чисто внешне, потому что она и высокая, и как бы не худышка, как ты любишь. Пловчиха. Да, пловчиха. Да. А первая, наверное, все-таки там не будет проблем ни с языком, ни с переездом. Там вообще никаких проблем, по сути, не должны быть. Она уже… Ребенок 10-летний. Да, ребенок и браки бывают. Если она с тобой будет, если она с тобой будет, она уже так и будет с тобой. Ну да, посреди. Это Наташа? Да. Да, да, посреди. Ну да, наверное, в этом смысле, да. Они точно никуда не денутся, они могут потом это краями. А первая краями сразу. Нет, ну первая модель, бизнесмен, с опытом уже жизни… Ну у меня ровно такой же опыт, да? Ну так что, решили? Эдуард? Я советую ему третий вариант, Наталья. А вы? Почему? Юля? Я думаю, все-таки вот первая невеста. Ну все. 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 Мы будем брать выкуп конфетами за невесту за нашу. Точно. Да? Мне понравились все девушки. Ангелина, конечно, прелестна. И Ангелина, женщина, с которой у вас не то, что будет меньше всех проблем, чем с другими невестами. С ней вообще не будет никаких проблем с Ангелиной. Мне кажется, у нас много общего. Конечно, все проблемы, которые могли возникнуть в связи с ней, она уже все это пережила, сделала правильные выводы и все учла. Роза. Я тоже за Ангелину, она такая уже адаптированный вариант. По сути, у вас времени тоже не так много. Да, да. Надо много чего успеть. Так что, чего вам переделывать кого-то и время тратить. Берите Ангелину. Полетите обратно на одном сомнете. А гнезды? А гнезды. Все девушки, подходящие по многим параметрам, взаимопонимание есть с Натальей, Екатерина, она, ну, я бы сказала, в параллели немного вы идете, понимаете? Это вторая девушка. Ну, если говорить об Ангелине, наверное, самая большая совместимость у вас есть с ней. Видите, вам повезло. Ну, думайте своей головой и решайте сами, поэтому проходите в любую из этих комнат. Вас там ждет первая невеста, вторая греха. Что между вами произошло? Ведь что-то страшное. Почему она вас не просто ненавидит, она вас презирает, она вас за человека не считает. Мне пришлось вернуть дочь маме, как бы тяжело мне не было и насколько бы сильно не хотела дочка. Я предлагаю всех выйти из комнат и поддержать Владимира. АПЛОДИСМЕНТЫ У нас есть пара Владимир и Ангелина. Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай поженимся. Рада за вас очень. Ну, Светлана Петровна, вам тем более в твоем физиологическом... Постоянно так лямо. Чего, лямо, привет, Ашан. Здравствуйте. Здравствуйте. Бонжурти. Я так рада, благодарна этой передаче. Давай поженимся. Я приехала специально из Парижа. Даже не ожидала, что на самом деле я могу познакомиться с тобой и со всеми с вами. Ну, давай поженимся. Да, давайте. А где же еще-то? П��мара. Поим. ДИНАМИЧЕТ ПОХИ. ДИНАМИЧЕТ ДИНАМИЧЕТ И БОДОН. ДИНАМИЧЕТ ПОХИ. ПОХИ. ПОТОМА. ПО ХИА. И.